Президент уйгурского движения Рушен Аббас принял участие в программах на Тайване и в Японии, посвященных политике геноцида, проводимой Китаем в отношении турок-уйгуров. Аббас заявил, что уйгурских женщин насильно выдают замуж за китайских мужчин и подвергают принудительным абортом. Аббас также призвал ООН принять меры, чтобы остановить геноцид уйгуров. Миллионы уйгурских тюркских детей помещают в концентрационные лагеря или школы-интернаты и превращают в людей, которые отрицают уйгурскую культуру и признают, что они китайцы. Все страны мира, особенно ООН, должны выступить против тотальной войны режима КПК, против человеческого достоинства, демократии, прав и свобод и принять меры, чтобы остановить геноцид уйгуров, подчеркнул Рушен Аббас. Посол Китая в Марокко дал интервью марокканскому телевидению по вопросам, связанным с Восточным Туркестаном, и попытался обмануть марокканские народы и международное сообщество с помощью ложных заявлений. Согласно официальному сайту Министерства иностранных дел Китая, 11 марта посол Китая в Марокко Ли Чанлинь дал интервью марокканскому телеканалу по вопросам, связанным с Восточным Туркестаном, и попытался отрицать систематический геноцид Китая, а также опровергнуть его необоснованной лживой пропагандой. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok по соображениям национальной безопасности, в противном случае приложение будет запрещено в стране. В ходе голосования, состоявшегося 13 марта 2024 года, в Палате представителей Конгресса США был принят законопроект под названием Protecting Americans from Applications Controlled by Foreign Adversaries Act, получивший 352 голоса за, 65 голосов против. Согласно законопроекту, китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, должна продать приложение и завершить его разработку в течение шести месяцев, в противном случае TikTok будет запрещен на соответствующих рынках приложений. Растет число жертв взрыва, произошедшего вчера в курином ресторане в китайской провинции Хэбэй. Число погибших в результате взрыва, вызванного утечкой газа, в ресторане в районе Сен-Хэ увеличилось до семи человек, а число раненых – до 27. Власти заявили, что 14 пострадавших были выписаны из больницы после лечения. Отметив, что начато расследование взрыва, который нанес значительный ущерб без лежащим предприятиям и припаркованным автомобилям, власти объявили, что спасательные работы на месте происшествия завершены. Сегодня утром в России началось голосование на трехдневных президентских выборах. Более 112 миллионов избирателей придут на избирательные участки на выборах, на которых наверняка победит действующий президент Владимир Путин. Помимо Крыма, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, голосование пройдет в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.